Если долго всматриваться в прохожих, возможно и получится разглядеть очередной женский марш. Понимая, что субботние похождения провалились, зарубежные телеграм-каналы пытаются маскировать неудачи. Никаких колонн или больших групп, потому что нет никаких групп, ни больших, ни даже средних. А если с несогласными пообщаться, то и марша никакого нет. Я просто иду. Я иду с цветком. Вы не участвуете в паршиве? Я иду. Я просто иду по проспекту. И держу красивый очень цветок. Вы не принимаете участие в маршруте? В каком марше? Мы гуляем. Мы просто гуляем с цветочком. Что здесь такого? Все, что придумали кураторы на этот раз – бродить от сумма до гума. Моральный дух накручивали как могли. В ход даже пустили наставления от самого Брюса Ли. Протестующим наказали быть водой. Вливаться надо было не в ментальные чашки и чайники, как завещали классики, а в жидкие потоки людей. В общем, такое кунг-фу нам не нужно. Отойдите! Почему вы нам мешаете? Да вы работаете! Хотели уж поставить на то, что на этот раз получится без агрессии, но нет. Пока отдельные личности пытаются делать протест, цветочные магазины делают выручху. Некоторые выбирают бюджетный вариант. Ходят с тем, что нашли под ногами. Сегодня акции нет. Сегодня просто прогулки с свиданием. Вы в курсе, да? Просто гуляем с свиданием. Пока наша съемочная группа вместе с остальными ходила кругами, еще раз убедились. Без чего не обходится ни один протест, так это без детей. Некоторая копия родителей. Неудивительно, есть отцы и матери, которые не пропускают ни одного митинга. Обещали, эта суббота будет особенной. В чем особенность? Да ни в чем, собственно говоря. Все те же букеты, те же лица и все те же бесцельные хождения вдоль проспекта независимости. Чему удивляться? Организаторы обещают собрать сотни тысяч, которую неделю подряд, но в невероятных фотоотчетах по-прежнему по 2-3 человека. Которые и сами устали от бессмысленных действий, но придумать что-то новое не в силах. Вот и ходят по кругу, без смысла и без цели. Андрей Александров, Наши новости ОНТ.